Баскетбольному клубу Самара третий год подряд в четвертьфинале Кубка России достаются команды из Единой Лиги, элитного российского дивизиона. В этот раз действующий обладатель трофея – Парма. Волжане сразу показали, что статус соперника для них ничего не значит. Стартовый рывок 9-0 и пермикам пришлось приложить немало усилий, чтобы догнать хозяев паркета. Несколько раз им удавалось приблизиться к Самаре на расстоянии одного точного броска, но после этого волжане вновь отрывались на 10 очков. На табло перед большим перерывом значились 44-32 в пользу хозяев. Я думаю, что Парма приехала. Сначала недооценила нас, может быть. И во-вторых, у них основной игрок не играл. То есть мы более раскрепостились в первую половину. Сыграли команду, забили и сделали преимущество плюс 10. Начало третьей четверти полностью осталось за гостями. Самарцы за 6,5 минут набрали всего одну очко. А вот пермики атаковали безошибочно и впервые в матче вышли вперед. Главный тренер Волжан взял тайм-аут, чтобы привести игроков в чувство. Получилось. Оторваться в счете Парме не позволили игроки Самары, Нестеров и Глазунов, которые реализовали трехочковые броски. 55-55 ничья в начале заключительной четверти. Плохо начали игру. Может быть из-за этого, что еще в субботу играли игру. Но потом, слава богу, что вернулись в игру и могли выиграть. Но теперь есть как есть. Самара меня не удивила. Они молодцы, играют хорошо. В этот момент обе команды включились на максимум. У Самары блистал капитан команды Антон Глазунов. Он трижды был точен с дальней дистанции. Не отставали и гости. Соперники попеременно выходили вперед. За 24 секунды до конца Самара проигрывала 70-71. Максим Дыбовский заработал право на два штрафных броска и не подвел своих партнеров и болельщиков. 72-71. Отбив последнюю атаку Пермяков, Самара удержала сложную победу. Если бы неудачная, а очень хорошая игра Глазунова, мы бы эту игру проиграли. Мы показали, что мы можем играть и ничего страшного в этом нет. Да, у них не играл главный снайпер, главный лидер команды. Но, тем не менее, все только зависит от нас. Сыграем в свою силу, все в наших руках. Ответный матч соперники сыграют 26 декабря в Перми. В полуфинал пройдет команда, которая будет лучше по сумме двух игр. Пока у Самары преимущество в одну очко. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok